Всем добрый день. Ребят, сегодня я приехал в Аше по просьбе трудящихся. Было интересно посмотреть, как здесь речка впадает в море. И вот даже со значительного расстояния вижу, что не зря, не зря приехал. Очень тут красиво, речка разлилась. Я обязательно сниму еще и воздушную часть, и сухопутную часть. В общем, прогуляемся, посмотрим. Просто сейчас решил чуть-чуть пораньше, проезжаем под мостиком. Видите, какое сооружение красивое. А вот там речка впадает тоже, как и в Сизуапсе, река прям разлилась, такая большая, красивая. Какие горизонты. Сегодня даже выходило солнышко, скажу вам по секрету. Даже сейчас немножечко прояснилось. Но вот дорожка здесь не очень. Ладно? Продолжим потом. Итак, друзья, я в этом чудном поселке Аше. Мне разрешила хозяйка припарковать свой автомобиль около двора. Тут вот автокемпинг Астра. Замечательный вид на Лазовецкое. С ретучки пробивается солнышко. И очень красиво. Правда, бегают эти как-то странные собачки. Вот так резко ко мне бегут. Идите на свою территорию заход. Я же к вам не иду, не еду. Ну, как и везде на побережье. Большая был шторм, ребят. Конечно же, был. Вы видите, сколько мусора. Сколько палочек. Ну, палочки это природный материал, скажем так. А вот бутылочки, пластиковые, увы, это человеческих рук дело. Классно. На горизонте Лазовецкое. Море шумит. Море тоже тут черненькое. Почему черненькое, я уже объяснял в комментариях. Ну, во-первых, все смывается. С гор. Лаза, речная, идет с гор. Соответственно, там все и земля, и песок. Плюс, посмотрите, какая скорость воды. Она прям со дна все поднимает. Где-то в комментариях. Считал, в каком-то городе тоже такая. Соле оприка. Силенькая. Но у меня почему-то все время ассоциируется в Сунжи. В городе Грозном. Смотрите, как все размыло. Раньше я проходил на противоположный берег пешком. А теперь уже все. Даже думать об этом не буду. И на остров тоже не попаду. Солка у нас немножечко балует. В той точке. Пойдемте посмотрим, насколько это возможно. Тут у нас есть флот. Флот тут прям ваше. Стоит на берегу. Я не знаю, судя по всему, это уже отгулявший, отплававший, отходивший по морям. Флот. Покажу вам вообще с той стороны. Ветер ржавит. Хотя, кто его знает. Может быть, и подлежит реставрации, но что-то я как-то помневаюсь. А так выглядит, в принципе, вполне ничего, такой симпатичный. Флаг даже был на нем. Наверное, не с той стороны зашел. Давайте зайду с подсвеченной. Вот отсюда, наверное, будет покрашиваться. Видно. Очень много бутылок всяких, ребят. Ну, блин. Ну, что мы за поросят такие, а? Ну, посмотрите. Отпили пиво и кинули. Вот такой вот. Кораблик. За ним там еще один. Я в летний период приезжал только сюда, и здесь такой дикий автокемпинг. Ребята приезжали, прям пристраивались, насколько это можно корабликом. Натягивали тут палаточки. Ставили. Может быть, даже кто-то жил прям в каюте капитана. Тут небольшое суднишко такое. Интересное. Я думаю, с радостью бы катало детей. Не знаю, что-нибудь такое. Вот это место импровизированного, так сказать, автокемпинга. Ну, о чем говорит мой хор. К сожалению, вот видите, красивый какой-то кораблик. Мусор мы оставляем. Ребята, это оставляем мы, мы сами. Такой чудесный, классный поселок, а мы вот шалим. Ну, шалим даже. Потом все это рано или поздно всеми же дождями попадет в море. Все это выйдет на берег. Мы сами будем купаться в этой воде. Ладно, не хочу вас грустно, давайте о хорошем. Поселок-то прикольный, хороший. Смотрите, какая речка. Еще недавно, вот эта пчелика, классная. Еще совсем недавно здесь плакали лягушки, я помню. А вот теперь вот такая вот полноценная река. Увы, самый эпицентр в устье, в то большое устье я попасть не смогу. Только с предположенной стороны можно к нему будет добраться, но я туда уже не поеду. Мы прогуляемся сейчас с вами здесь немножечко, а потом на обратном пути по ту сторону моста покажу вам всю мощь реки. Вместо встречи как же, наверное, красиво смотрится колесо обозрения вечером вот с этих вот мест. Что с головинки говорил я, что вот отсюда и ни разу вечером сюда не приезжаю. Честное слово, есть такой дурешок. В районе Туапсе я наблюдаю всякие разные суда. Ну, как бы вот так. Продолжим съемочку тогда уже по той стороне моста. Я имею дружелю дорожного, но там тоже очень красиво река разлилась. Не прощаюсь. Так, ребят, меняя место дислокации для съемок, вот я обещал пойти в обратную сторону за мост, оборотил внимание на то, что вот местный житель, женщина, которая здесь проживает, и любезно предоставила мне парковку, пока я тут ходил все равно со снимал. просто взяла большой-большой черный мячок и ходит вот по набережной, вот по пляжу и собирает все эти бутылочки. вот как бы вот так. Нашел себе человек отстать занятия. Возможно, она бы занималась всеми бы дома, какими-нибудь домашними делами, а вот приходится, ну не приходится, видимо, человек переживает за это все за природу, да и за свой дом, в принципе, вот здесь люди живут и собирает то, что мы на мусорили. Увы, как-то так. Очень вкусно пахнет горелыми досками, такими, я не знаю, дровами, вот, вспоминается детство. Ну, а я пошел менять место дислокации. Итак, ребят, я немножечко сменил место дислокации, вот хочу вам показать речку до железнодорожного моста, вот он практически прямо здесь. Река, ну, можно сказать, что ее тяжело узнать. Широченная, полноводная, прям, как мне сказали вчера, Волга, в комментариях написали, не встречают, так что. Ну, наверное, Волга поширит все-таки. Ну, тоже неплохо. Сильный, мощный поток, вот, пополняет запасы пресной воды в море, скажем так. Кстати, пока ехал, обратил внимание, из гор, вот, вдоль дороги, очень много там не падает. Они небольшие, но, скажем так, если камешек, буквально даже, достаточно килограммового камешка, упадет на автомобиль, то мало как бы не покажется. Проблем будет от этого много. Так вот, таких вот камней достаточно много. Так что, аккуратнее, аккуратнее, товарищи. Хотя, в принципе, от нас, в данном случае, мало что зависит. Поэтому дорожники много, где, в многих местах, натянули эти сетки, такие, знаете, спрашивали иногда, для чего сеть, сеть на то, горы. Вот, для того, чтобы они потом, эти камешки нам на голову не падали. Как бы, вот так. Ну, я покидаю поселок Аше. Даже поселок, в принципе, этого не заезжало, особо, на эту, сбоку, был, до реки. Снял вам ролик, один, летающий будет ролик, тоже у нас. С аржиком поснимал ролик летающий, новое название. В общем, как бы, вот так. Чисто совестью могу говорить, могу говорить вам до свидания. Показать, вот, как-то, берег реки. Блин, надо бы тоже нафиг как-то называть, я забыл. Если честно, что-то, если честно. Всем пока, ну и до новых встреч, полез в машину греться, как температура воздуха, скажем по секрету, сейчас где-то 5 градусов. Свежевастенько.